Google Lens или Google Объектив, если в русской среде, вроде так побаловаться, но… Иногда бывает, что он сильно упрощает жизнь. Вообще, если разобраться, только каменный топор про необходимое и про выживание. А все остальное, что создано человечеством про упрощение этого выживания, то есть помолваться. Вот и Google Lens из этой серии. По-моему, он не входит в стандартный предустановленный пакет от Google на Android, нужно доустанавливать. Собственно, Google Lens существует для анализа того, что вокруг. Того, что уже сфотографировано вами или того, что находится в зоне восприятия. Вот сейчас в зоне восприятия находится неизвестный предмет, который на поверку оказывается трубкой курительной. По сути, это поиск по изображениям, где нет промежуточной стадии с фотографированием и закидыванием в Google. А вот табак курительный он, к сожалению, не находит. Возможно, потому что это была ограниченная серия и подкидывает тарелки. Но если бы это был просто поиск по картинкам, я бы не стал делать скринкаст. Тут есть переключение на то, что ему нужно анализировать. И если выбрать, например, текст, то объект ему будет совершенно неинтересен, а заинтересует его, наоборот, текст на этом объекте. Можно выбрать зону сканирования, в данном случае просто слово independence, по которому он сразу осуществляет поиск в Google. А также можно это слово скопировать в буфер, то есть это уже сканирование текста с расшифровкой в реальном времени. Давайте выделим чуть больше текста вместе с табака. И вот тут он уже находит искомый сорт табака. Но и это еще не все. Тут есть закладка перевод. И мы видим в дополненной реальности перевод всех слов, что ему удалось распознать. Кроме трех этих важных и востребованных закладок в Google Lens есть не очень понятное домашнее задание. Покупки. Опять же табак он не находит. А вот если сфотографировать, например, человека, то сам человек его не заинтересует, а заинтересует то, во что человек одет. Если одежда брендовая, то может совпасть с точностью сто процентов. Джазва с надписью Армения не брендовая, хотя и дорога сердцу. Куплено в Ереване, на вернисаже, что рядом с кафе Георга. Ну вы знаете. Хотя, кстати, по форме нашел предельно похожие. По цене только сильно отличаются. Еще есть места и кафе и рестораны. Ну тоже сложно ожидать, что он найдет точную геопозицию, если вы сфотографируете хрущевку в Бирюлево. Или шаурмятню там же. Значит, кроме собственно объектива, тут есть возможность анализировать все, что вы когда-либо сфотографировали. Вот такой памятник. Интересно, найдет? Нет. Я бы тоже не нашел. Ракурс такой. Необычный. Если знаете где это, пишите в комментариях. Мне будет приятно. Так, давайте еще какую-нибудь сложную задачу ему подкинем. А вот. Вот это здорово. Вот такой вот комплект колес. И он не просто находит какие-то колеса, а прямо понимает, что это за колеса. Вот прямо от Peugeot 307 и предлагает в выдаче все диски именно с таким рисунком. Так, ну и давайте что-нибудь сложное. А вот. Интересно, поймет он что это? Да. Девочка с персиками. Меня Google объектив покорил, когда у нас в подполе завелась очень ушастая летучая мышь. Я ее сфотографировал, а оказалось, что это не просто летучая мышь, а серый ушан. Как он оказался во Владимирской области непонятно. У него орел обитания в районе Польши. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...